Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иеремии и обратимся сейчас ко второй главе. Вторая глава содержит еще одну из ранних проповедей пророка, более или менее логично выстроенную, по крайней мере, в таком виде дошла до нас эта проповедь. Здесь пророк от лица Господня говорит вот что. Было слово Господне, иди возгласи в уши дщери Иерусалима. Я вспоминаю о дружестве юности, о любви твоей, когда ты была невестой. Отчасти напоминает это слова, которые Бог говорит через пророка Осию за полтора столетия до Иеремии. И здесь тоже речь идет о том, что отношения Бога со своим народом, отношения Бога с иудеей, с каждым иудеянином и со всеми вместе, в чем-то могут быть описаны в терминах любви и дальше даже и в категориях брачного союза, потому что именно любовь лежит в основе этого. Для Иеремии очевидно, что вообще вся история с исходом из Египта начинается с любви Бога к своему народу. Но Бог говорит также и о том, что и народ Божий отвечал ему этой любовью. «Было такое время, я вспоминаю о дружбе твоей юности, о любви твоей, когда ты последовала за мной в пустыню. Израиль был святыней Господа, начатком плодов Его». Святыня значит, в первую очередь, нечто принадлежащее Богу. Принадлежащее Богу. И начатки плодов Его – это, конечно, отсылка к урожаю, первые плоды которого приносятся в дар Богу, в знак того, что и весь урожай подарен самим Богом и принят от него с благодарностью. Но еще, конечно, нельзя не вспомнить, что в ранней христианской литературе рубежа первого-второго веков и второго века тоже довольно часто о церкви вообще и о таинстве хлебопреломления в частности говорилось именно как о принесении начатка в Бога. Этот образ народа Божьего как начатка принадлежащего Богу на земле. Он древний и восходит именно к Иеремии. И вот через Иеремию Господь обращается к дому Иакова и к дому их всем родам Израиля с вопросом, с горьким, трагическим и, в общем, вгоняющим в краску вопросом, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня. «Что произошло?» – спрашивает Бог. Речь, как вы понимаете, идет о том, что Иеремия ведь выходит где-то в ворота храма, на ступени храма, там, где окружают его жители Иерусалима, постоянно приходившие в храм, и многочисленные паломники, пришедшие издалека, и вот он возвышает голос и говорит, «Так говорит Господь, народ Израилев, какую неправду вы нашли во мне, что удалились от меня?» И это удаление заключается в первую очередь в том, что народ терпит, соглашается, принимает вот всех этих языческих идолов, которых внес в Иерусалимский храм Моносия. Все это поклонение, где попало и как попало, которое разнесли по всей Иудее многочисленные не Иерусалимские священники, из которых, кстати, происходит и сам Иеремия. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня?» В основе ведь этой мысли лежит вот какая логика. Бог хочет сказать в самой структуре этой мысли, что если бы Бог оказался носителем неправды, если бы Бог оказался предателем, ну тогда можно было бы понять, наверное, если люди не захотят ему поклоняться. Как вы понимаете, это в такой завуалированной форме тоже откровение о том, что Бог благ. Но он спрашивает, какую неправду вы нашли во мне? Нет неправды, говорит Бог. А вы, тем не менее, меня предали. Значит, предательство, которое само по себе неправда и стыд, вот оно на вине, на ответственности жителей Иерусалима, жителей Иудеи. Господь говорит, «Я ввел вас в землю плодоносную, а вы вошли и осквернили землю мою». Осквернили землю мою. Таким образом, поведение не просто сиюминутное, но многолетнее поколениями поведение народа Божьего является осквернением земли. И достояние мое сделали мерзостью. И дальше следует некоторое перечисление, разъяснение того, что именно имеется в виду. Что значит «осквернили землю», что значит «сделали мерзостью достояние мое», что значит «предали Бога». А вот что. Господь говорит, «Священники не говорили, где Господь, и учителя закона не знали меня, и пастыри отпали от меня». Речь идет о том, что люди религиозные, как мы бы теперь сказали, профессиональные верующие, священники, законники, пастыри, те, кому поручено было по самому устроению жизни, кому поручено было служить Богу и приводить людей к Богу, обращать их к Богу, уклонились от этого. Да, и пророки не пророчествовали во имя Бога, а пророчествовали во имя Ваала, пастыри отпали, учителя закона не знали меня. То есть закон-то они, может, и знали, но они не знали меня, говорит Бог. И еще тоже поразительное совершенно слово в начале 8 стиха, вот «Священники не говорили, где Господь». То есть, судя по самим этим словам, не имеется в виду, что функция и задача священников правильным образом принести тельные жертвоприношения. Функция и задача священников в народе Божьем в том, чтобы искать Бога, в том, чтобы задавать вопросы, в том, чтобы пытаться увидеть жизнь Божьими глазами и вот так осветить ее, осветить. Но священники не говорили, где Господь. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Бог. Еще через полтора столетия после этой эпохи мы увидим другое, очень своеобразное произведение о тяжбе с Богом, книгу Иова. Там Иов пытается состязаться, судиться с Богом. Но прежде чем это станет возможным, сначала Бог говорит Иерусалиму, «Я буду судиться с вами». Потому что для Бога важно не столько осудить и покарать, сколько то, чтобы народ Божий увидел и исправил свою неправоту. Вот это чрезвычайно серьезная, важнейшая вещь вообще в откровении Ветхого Завета в книге Иеремии в частности. И вот в такой тяжбе с народом Божьим Бог говорит, переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги. Он вызывает к верности, к верности, которая возможна на самом деле только в отношениях личностей. Очень может быть, что толпы вообще не в состоянии хранить верность, потому что это безликая конструкция. Верными могут быть только личности. И когда Бог здесь взывает и говорит, переменил ли какой-нибудь народ своих богов, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает, он взывает о верности, которая может быть только очень-очень личностным отношением к Богу. В следующем стихе Господь говорит, два зла садил народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоем разбитые. Два и лукавное сотворил перворожденный сын мой Израиль. В нашем богослужении звучит цитата из этого места. И эти два зла выглядят вот таким образом. Первое – это то, что народ Божий оставил Бога, и второй – высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. полагаются на то, что не в состоянии помочь ему. Полагается народ на разнообразие богов. Но они же там, понимаете, на каждом сарае нужном был нарисован какой-нибудь бог местный или неместный, и в случае чего они так и бегали по улицам. То здесь поклонятся, то здесь, то там воскурят фимиам, то там в надежде добиться своего. Очень такая магическая языческая реакция. А это все не помогает. Магия не работает. И вот такое двоякое зло – это может быть не дискурсивное перечисление, а именно два аспекта, две стороны одной медали. Они оставили Бога, и они обратились к тому, что не может им помочь. И пророк говорит от лица Господня, или Господь через пророка говорит о том, что это путь к катастрофе. Вот еще одна поразительная мысль. Грехи людей, неверность людей Богу влекут за собой катастрофы, в том числе национального масштаба. Не потому, что кто-то строил козни, предстоят несчастья израильскому народу, народу Божьему. Нет. Потому предстоят несчастья и, может быть, гибель, и разорение, и война, и оккупация, что эти люди, этот народ, каждый конкретно предал Бога. Ну, как вы понимаете, это очень такая сегодняшняя, современная позиция, когда на наши головы сыплются разные несчастья в той или иной степени трагичности. Это не потому, что кто-то злокозненный решил нам напакостить, а это вот потому, что мы такие, потому что таков наш рабственный выбор. Господь говорит через Иеремию, разве Израиль раб? Почему он сделался добычей? Почему он теряет свою свободу? Почему сыновья Мемфиса объели темя твоё и зарыкали львы и сделали земли его пустыней с поэтичностью и яркостью образов у Иеремии тоже всё в порядке. Его литературный дар при нём. И он, может быть, даже и выделяет тоже Иеремию на фоне других авторов. И вот Бог задаёт риторический вопрос Израилю, почему такие катастрофы, разрушения, земля сделала из пустыни. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего? Вот пусть и в такой форме, но вопрос этот открывает в форме вопроса вот эту важнейшую вещь. Это потому, что ты оставил Господа Бога твоего. Вопрос этот риторический. Это потому, что ты оставил Господа Бога твоего. Дальше, когда речь идёт о пути в Египте, это, по-видимому, намёк на политиков в Иерусалимской верхушке, которые хотели опереться на Египет. Но в конце концов, Бог говорит о том, что в этом никакого смысла нет, и накажет тебя нечестие твоё, и отступничество твоё обличит тебя. Да, тоже, посмотрите, Бог говорит о том, что само по себе нечестие Иерусалима, само по себе предательство, отступничество, вот оно станет наказанием. Потому, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. То, что ты оставил Бога само по себе, без дальнейших, так сказать, усилий со стороны Бога, само по себе влечёт народ Божий к катастрофе. Господь говорит о том, что я издавна сокрушил Ермо твоё, то есть освободил тебя вот от всего этого рабства. Сначала, в первую очередь, рабство египетского, разорвал узы твои, и ты тогда обещал, говорит Бог, что не будешь служить идолам и стуканам и так далее. Между тем, под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Ну, может быть, нас это выражение и шокирует. Однако же, для эпохи Еремии, для библейской культуры в целом, вот предательство Бога аналогично блуду, поклонение чужим богам, которые не боги, аналогично пользованию услугами, как это теперь говорят, лиц понеженной социальной ответственностью. Это нечто совершенно непристойное. И наоборот, как говорилось в начале главы, я вспоминаю о любви твоей, когда ты была невестой. Верность Богу подобна любви невесты. Уподобление отношений с Богом, завета с Богом, и брака – это очень распространенный библейский прием, с которым нам еще не раз предстоит столкнуться. Господь говорит, «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль? Как это так вышло? Как? Недоброе ли семя сел ты на поле твоем?» Как выражается в одной из своих притч Господь Иисус. И дальше Бог говорит, «Даже если бы ты умылся мылом, нечестие твое отмечено передо мною?» Попросту говоря, Бога не обманешь. Бога не обманешь. «Нечестие твое отмечено передо мною». И дальше, в следующей, во второй половине второй главы Господь говорит вот что. Смотрите, во-первых, еще пока в неявной форме мы наблюдаем здесь очень важную тоже для Иеремии мысль, которую он потом думает и формулирует точнее и по-другому. «Привыкшую к пустыне дикую ослицу кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся». «Не давай ногам твоим истаптывать любовь». Но Израиль упрямая ослица, которая говорит, «Не надейся, нет, люблю чужих, буду ходить в ослид их». Вопрос, собственно, вот в чем. Ну как можно удержать одичавшую ослицу? Человеку это не под силам, потому что ослица сильная. И вот израильтяне говорят, «Нет, не надейся, нам нравится вот это вот все эзотерика, мистика в быту, деревня Шамболовка и вся вот эта вот чушь, которую тоже люди, значит, используют в разных магических системах. А нам нравится столетиями. Столетиями разные христианские церкви в своих культурах пытаются противостоять такому двоеверию. И все говорят, «А нам нравится!» И мы все равно будем какие-то элементы языческих, магических, практик, вот это вот все будем практиковать и вешать обереги и так далее, и тому подобное. При том, что посмотрите, какая удивительная вещь получается. Бог через Иеремию говорит, «Друзья, вот грядет на вас катастрофа, потому что вы меня предали». И эта катастрофа уже начинается, и у вас есть возможность что-то изменить. А народ Божий говорит, «Ничего, ничего, ничего не будем менять, нам нравится». Вот так. «Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осранил себя дом Израилев». Чем именно? Вот смотрите, что такое позор, срам дома Израилева. Они, цари, князья, священники, пророки, говорят, «Дереву ты мой отец, повернулись ко мне задом, а не лицом». А во время бедствия, говорит Бог, будут требовать, встань и спаси нас. Жить по-христиански мы не хотим. А вот, если что-нибудь произойдет трудное, опасное, пугающее, вот тут же начинается сразу возрождение религиозности, в кавычках. То, что это, конечно, не возрождение религиозности, а пароксизм, лицемерие. Когда люди говорят, «Ах, вот надо вернуться, скорее помолиться Богу, Он избавит нас». Ну вот, ну а как так? Так не бывает. Понимаете? Ты говоришь камню, ты мой отец, ко мне обратил зад, а не лицо. А во время бедствия, будешь говорить, встань и спаси нас. Как будто это сказано нам в 20 веке, а не иудеям в минус 6. И с некоторым сарказмом Бог говорит через Иеремию, «Ну вот где твои боги-то, которым ты поклонялся? Сила, власть, богатство, могущество, почет, не знаю, геополитика. Где твои боги? Ну вот пусть встанут, спасут тебя, если могут». А они не могут, потому что это все пустая тщита, суета-суета. «Хавел хавалим», как выражаются экклезиасты. «Для чего вам состязаться со мною?» говорит Господь. И дальше о временах моносии, вот как раз здесь говорится, «пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев, и вы не убоялись». Речь идет именно о пророках, которых Бог послал к своему народу. И Господь говорит, «Послушайте меня, разве я предавал Израиль? Разве я был пустыней для Израиля? Почему же народ мой говорит, мы сами себе, господа, уже не придем к тебе? Кому хотим, того им поклоняемся. Не придем к тебе». На это, надо сказать, есть целый ряд ответов. Много, что говорит Бог на такого рода скептические восклицания, но в данном случае именно у Иеремии речь идет о том, что эти люди отказываются от собственной идентичности, от самих себя, потому что на самом деле их определяет только и исключительно принадлежность Богу Израилеву. Ну и пророк не был бы пророком, если бы он ограничился одними только религиозными упреками в поклонении несуществующим божествам и идолам, потому что как искусно направляешь ты пути твои, блудодействующий народ, чтобы снискать любовь, даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных. Забыть Бога это отнюдь не только перестать приносить жертвы, забыть Бога это отнюдь не только начать прославлять какую-нибудь дрянь вроде мароксизма-ленинизма или каких-нибудь более современных идеологий. Это всегда кровь бедных на полах одежды твоей. И вот одно без другого не бывает. И это тоже предательство. Тоже предательство, о котором Бог говорит через пророка Иеремию. Но народ Божий, как и другие тоже, отрицают это. Говорят, нет, нет, я ничего не согрешил. А если говорят, что там грешники, ну как все, знаете, в современной практике церковной, да, в исповеди вот это вот встречалось чуть не каждый день. грешу, грешу, ну как все. То есть на самом деле попытка такая скрыться за всеми остальными. Вот народ израильский, Бог обличает в том, что он говорит, что ну вы в крови по уши, в крови бедных и при этом говорите я невинен, я не согрешил. Вот ты, народ мой, говорит Господь, будешь посрамлен в этом, потому что на самом деле ты согрешил и выйдешь в плен и пойдешь положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои. Субтитры сделал DimaTorzok